Итак, 1 апреля. День, о котором нас попросили забыть. В этот день каждый год при Иосифе Виссарионовиче Сталине происходило очередное снижение цен на все основные виды продовольственных и промышленных товаров. И это происходило каждый год. Однако, когда США выиграли холодную войну, убрав ключевые фигуры и в 1953 году перехватили власть над СССР, было принято решение вытравить это событие из сознания людей и придать этому дню немного другой смысл, переименовав этот день в День дурака, или как сейчас его называют, День юмора. В Москву приехал Дэвид Рокфеллер. Это было в 1968 году. Вот тут я удивился, что у них такие деятели есть. Он так высек наше политбюро, это что-то было дикое, то есть слушать было нельзя. Я, говорит, удивлен, потому что, как же вы можете управлять такой великой страною, будучи такими малограмотными в политике? Вот как он их врезал. И вот с этого мы начали погибать. Мы спрашивали, с какого времени мы начали разваливаться. Он приехал в США, собрал круглый стол, который правит Америкой, в который входят 10 крупнейших миллиардеров. И сказал, в России умер Сталин, эти дураки надели его, говорит, сапоги и в них утонули. Они ничего из себя не представляют. В России сильных руководителей нет. Нажимаем сильнее, и они сдадутся. Вот что получилось. Первое послевоенное снижение цен состоялось уже в декабре 1947 года. Коммерческие и пайковые цены были отменены и преобразованы в единые. На 10-12% подешевели хлеб, мука и крупы. 1948 год. Стали доступнее на 10% автомобили «Москвич». Мотоциклы и велосипеды подешевели на 20%. Самое грандиозное снижение цен произошло 1 марта 1950 года, когда буханка хлеба в один момент подешевела ровно на 30%. Цены на говядину и свинину снизились сразу на 24%. Сливочное масло подешевело на 30%. При Сталине в начале 50-х годов регулярно дешевел и бензин. Например, в 1951 году в Советском Союзе цена за литр снизилась ровно на 20%. Сегодня при капитализме даже представить себе такое попросту невозможно. Цены на бензин только растут. При Сталине существовала плановая экономика, и цены были едиными, причем на всей территории Советского Союза. Важно, что их устанавливал не рынок, а советское правительство. Поэтому советские граждане при Сталине были уверены, что когда они проснутся на следующий день, то цены в магазинах не вырастут. А весной уже по традиции 1 апреля еще и снизятся. Это был поистине приятным днем сюрпризом для народа, особенно после войны. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда за пожелание успеха, за доверие. АПЛОДИСМЕНТЫ Если килограмм макарон в Москве, Ленинграде, Минске, Костроме, Свердловске, Челябинске и Жевске к началу 1948 года стоил 10 рублей, то к апрелю 1952 года цена на этот продукт уже упала до 4 рублей 80 копеек. Буханка ржаного хлеба к началу 1948 года обходилась покупателю в 3 рубля. К апрелю 1952 года цена на нее упала до 1 рубля 50 копеек. Если, например, в начале 1948 года в Архангельске и Мурманске килограмм натурального сливочного масла, естественно, без химических и маргариновых добавок, стоило 66 рублей, то в апреле 1952 его уже покупали за 29 рублей 80 копеек. При Сталине сниженные цены действовали на всей территории Советского Союза и впредь уже не повышались, а наоборот продолжали неуклонно уменьшаться. Такое может быть только в социалистической стране. 1 апреля. Регулярное послевоенное сталинское снижение цен на продукты и промышленные товары проводилось с 1947 года по 1 апреля 1954 года. И после того, как не стало Иосифа Сталина, другое правительство постепенно свернуло ежегодное снижение цен, рекламируя 1 апреля как «день дурака». Соответственно, советский народ это сразу подметил. Говорят, что празднующих называли апрельскими дурачками. До сих пор ни в одной стране мира в таких огромных масштабах и с такой регулярностью не было таких достижений советского социализма. 1 апреля. В этом уникальность и даже величие сталинского снижения цен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова